И ведь именно в этот момент, словно параллельная вселенная, продолжают гибнуть дети. От прилетов западных ракет «Хаймерс», от запрещенных мин, которыми просто устилают землю боевики ВСУ. Это не замечает ни гастролер Блинкин, ни евросадовник, и даже, кажется, не замечает весь мир. Нашу страну за помощь в реабилитации и лечении детей Донбасса сегодня благодарит ДНР. В эти дни с визитом в нашей стране советник главы республики по правам ребенка Элеонора Федоренко, гость Панорамы. Элеонора Михайловна, в одном из интервью Вы сказали о том, что, к сожалению, каждый 12-й ребенок сейчас, ребенок Донбасса, он имеет инвалидность. Это все последствия. Действительно, если брать численность детского населения и количество детей, на которых война оставила отпечаток навсегда, это так. 734 ребенка с ранениями, в том числе с тяжелой инвалидностью. То есть это травматическое членение ручки, ножки, потеря глаза, внутренние органы, изувеченные. Те имена можно называть, знаете, дня не хватит. Каждую трагедию рассказать. Есть семьи, где вся семья погибшая, спасаясь. Просто не добежали. Не добежали до укрытия. Или же прямые влеты, прилет Хаммерса. На рассвете погибают в своей кроватке дети. Это что? Это демократия? Это правда? Это забота? Нет. Это беда, это боль, это преступление. И за преступление нужно отвечать. Есть права ребенка международного уровня. Право на жизнь. А я вам отвечу о погибших детях. Право жить и воспитываться в семье. А я вам расскажу о родителях погибших. Право на образование. А я вам расскажу о цифрах разрушенных образовательных учреждений. Причем некоторые трижды мы восстанавливаем. И снова прицельно бьют по детским садам, по школам, по больницам. Готовы ли слышать, я не знаю. Но говорить мы об этом будем. В том числе, видите, и вы. Вы сегодня тоже делаете, чтобы нас услышали. Чтобы дети перестали гибнуть. В Беларуси вы впервые? Да. Но уже успели в регионы съездить и посмотреть, как, собственно, детки отдыхают. С легкой ли душой и сердцем сейчас будете сюда на реабилитацию, в том числе продолжать наверняка отправлять детишек? Что понравилось? Добро в глазах. Искренняя включенность и причастность к нашей трагедии. С легкой душой, да, абсолютно. Да и до этого легкая душа была. Потому что я знала, что они едут вроде как бы себе домой. И мы братские народы. И традиции у нас очень схожи. И кухня, как вот наши дети говорят, ой, так у нас вот только по-другому называется. Да готовят так же. С радостью все это рассказывают. Понравилась земля. И от имени каждого жителя я говорю спасибо народу Беларуси. Но ведь такого могло бы и не быть или не быть с кем-то другим, если бы наверняка и вы в том числе слышали эти призывы не привозить детей на реабилитацию, например, в Беларусь. Но для нас это достаточно больно слышать с учетом того, какую помощь Беларусь оказывает и готова оказывать вообще не за какие-то вот эти громкие теплые слова, не за спасибо, а вот просто потому что понимают, насколько это нужно сегодня. Призыв не оказывай помощь ближнему может сказать только человеку, у которого нет сердца, нет души. Вы правильно сказали. Без громких слов, без пафосных слов, тихо, ровно. Просто говорить возьми, у меня есть, я с тобой делюсь. Все абсолютно на законных основаниях. А сейчас группа вообще вместе с родителями, да еще и братьями и сестрами приехала. И реабилитацию получают не только дети, но и родители. Давайте задумаемся, когда в дом приходит беда, когда твой ребенок просто заболел, вся семья, вся семья дестабилизирована, вся семья терпит боль, горе, ощущение, твой ребенок болен. А когда твой ребенок ранен. И этим мамам, которые сегодня вместе с детьми здесь, им помощь ваша нужна не менее, чем детям. Мы на самом деле наблюдали как-то на вокзале, с какими слезами уезжают детишки отсюда, как им не хочется. Понятно, что там дом, там их ждут, но здесь им настолько хорошо, что... Так вот это и есть ответ всем тем, кто говорит, что не надо, что детей воруют, что какое-то беззаконие. Вот эти детские слезы светлой грусти, я бы назвала это так, это светлая грусть. Они есть лучшим ответом всем тем, кто... Ну это злопыхатель. Но при этом угрожают трибуналам, не знаю, насколько вы уж в курсе, и в том числе и Алексею Талаю, и белорусскому президенту, который поддержал эту инициативу, несмотря на все эти домыслы. И президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу суд на ним, да, и Марии Алексеевне Львовой, Беловой за то, что помогает детям всей земли. Это не только Донбасс, это и Херсонщина, это и Запорожье. А с другой стороны, послушайте, раз так сильно кричат, так громко вопят, значит, мы что-то делаем такое важное, такое бесценно светлое. Ну, наверное, делаем все правильно. Здесь же может быть еще такой вариант, что они этими громкими криками прикрывают свои некие дела. Когда я скажу слово «ангел», у вас какой образ? А если я к этому скажу, что под личиной белого ангела скрываются недобрые поступки? Под таким, ну, знаете, завуалированным такой мотивацией спасти, да, когда это действительно с угрозой. Как приходит помощь в том числе и от вас? Говорят, что есть возможность помочь детям. Ну, и направленность. Что это, да, творческий коллектив, или это дети статуса, или это дети просто дети, да, или это дети с ранениями. И уже родители, и сами дети принимают решение. Принимают они помощь эту. Необходима ли эта помощь? И тогда эта помощь дается. Если же приходят те, кто приносят помощь, извините, вот в сленг перехожу, и силой, угрозами отнимают, да, и говорят, либо уезжай со своей, почему я должен идти со своего дома? Представьте, открываются двери, кто-то, некто заходит и говорит, забирай своего ребенка и уезжай. Это мой дом. Вот как раз, когда вы говорите, скрывают что-то, вуалируют. Успели ведь еще и наладить мосты, наладить общение и с министерствами профильными. У нас многие проекты работают и ждут наших детей. В летний период только у нас вот три проекта. Это экология, и туризм, и поезд памяти, куда вот наши дети будут готовиться. Определили точки роста между нашими регионами, между нашими странами. И действительно уезжаю вот заряженно позитивным таким вот настроем на дальнейшее сотрудничество, на дальнейшую работу.